Всем привет, с вами Панькоша и сегодня наконец-то новое видео у меня на канале. Я очень надеюсь, что вы его ждали. Кстати, эта новая рубрика будет у нас про фриланс. Как мне эта идея пришла в голову? А очень просто. Я надеюсь, вы уже в курсе все, потому что подписаны на меня в инстаграме, что я там веду экспертный блог. Рассказываю про фриланс, про заработок, как начать, с чего начать и о своем опыте. И я так подумала, а почему это? Я на ютубе тоже не веду такой блог и не рассказываю о своем опыте, потому что все-таки на ютубе есть гораздо больше ресурсов. Я могу сесть и досконально рассказать какую-то ситуацию, которую мне будет достаточно тяжело выложить в 15 секунд в истории, или в минутное видео в ленту, или описать все эмоции текстом. Поэтому хочу здесь тоже вам рассказывать. Тем более, что этот опыт реально очень полезный. И, возможно, если бы я увидела в свое время такой блог и посмотрела бы его, то я бы не совершала ошибки, которые мне пришлось совершить. Но, кстати, я хочу сказать, что я ни о чем абсолютно не жалею. И, конечно, эту рубрику я хочу поэтапно начать вести. И, конечно, я начну рассказывать со своей историей, как я вообще пришла в фриланс и как он изменил мою жизнь. Фактически моя работа на фрилансе началась где-то 2012-2013 года. Просто я это осознала буквально недавно. Тогда моя была первая работа в жизни. Это мой папа попросил меня перепечатывать какие-то тексты, добавлять на сайт товары и вот это все оформлять. И я даже не подозревала, что это и есть, как бы, так скажем, начало фриланса. Это работа онлайн, которая, кстати, мне тогда очень понравилась. Но я была маленькая, конечно, у меня не было никаких ресурсов. Эта работа мне принесла мои, наверное, первые 100 евро или что-то в этом духе. В 2012 году это были огромные деньги. А для ребенка 12-13 лет это было вообще неслыханное богатство. Мне это так понравилось, я так разгорячилась, разогрелась. Я думала, блин, классно, я могу сама что-то заработать своими руками, своим трудом. И это дало толчок мне работать дальше. Я начала искать работу и, к сожалению, дальше у меня работа была на протяжении лет 5, связанная с оффлайн-проектами. Если хотите, я обязательно сниму для вас видео. Вот моя оффлайн-работа, мой опыт оффлайн-работы. И, честно, там столько безумных историй, вы себе просто не представляете. Я была маленькой, я была наивной, я была где-то глупой, и я совершала кучу ошибок. И, честно, я сейчас вспоминаю с такой теплотой, даже не верится, что это я сама прошла. Поэтому, пожалуйста, тоже опять-таки напишите, если вы хотите увидеть это видео. Я сама с удовольствием все истории вспомню и вам расскажу. Ну вот, начала я работать в 2012-2013 году, потом работала оффлайн. И в 2018 году у меня был в планах переезд в Германию, который осуществился, как вы знаете. И вот я помню, это осень, 2018 год. Я уже сижу на чемоданах. И одна из последних, так скажем, встреч с подругой моей лучшей. Мы сидим у нее дома, там пьем чаек, общаемся. Я там уже через день, наверное, должна была уезжать. Общаемся, прощаемся, вообще обсуждаем, как, что будет у нас в жизни. И вот я сижу и говорю, что, блин, я даже не знаю, на кого я хочу пойти учиться в университете, на кого мне поступать. Как бы я же туда еду учиться в Германию. Мне надо закончить языковые курсы, и я должна поступать. А на кого? Непонятно. Я вообще ничего не хочу делать. Ну, точнее, я не так прям формулировала. Но я сказала, что я не хочу ходить в офис каждый день. Я не хочу на кого-то работать. Чтобы у меня был какой-то вот график, там, с 8 до 6 каждый день. Я ходила бы как на работу, вот как клерк какой-то. Вот мне это все так не впечатляло. И до сих пор, если честно, не впечатляет, что я такая, типа, нет, не мое. И она меня так слушала, слушала. Тем более, я еще говорила, что я так сильно устала от этой работы. У меня, опять-таки, повторюсь, было куча историй, сумасшедших просто, в этой работе. Что я, если честно, просто хотела какого-то спокойствия немножко. И хотела вот не бегать куда-то, сидеть дома себе спокойно. Я уже устала от этого всего. И мне она такая говорит, Юля, если ты этого хочешь, то в чем проблема? Я говорю, в смысле, в чем проблема? Юля, фриланс есть, иди на фриланс, ищи работу онлайн. И я такая, в смысле? А так можно было? А что это я раньше тупила? Вот, это был настолько судьбоносный разговор, что мы в этот же вечер зашли в интернет, били там в Google просто фриланс-сайт, из чего начать работать, как зарегистрироваться, что нужно знать. И мы просто в течение там получаса-часа мы посидели, посмотрели, почитали, полистали. И вот так вот я замечательно в этот же вечер уже скачала фриланс-приложение. Я, если честно, не могу вспомнить его название, но я постараюсь найти, и если я найду, я оставлю на него ссылочку в описании. Там были собраны все предложения со всех самых популярных фриланс-бирж. И я, конечно, в нем быстренько зарегистрировалась, я выбрала какие-то категории, для меня это все было непонятно, чем я хочу заниматься. Я там отметила, что писать тексты могу, там, редактировать тексты, там, переводить, там, какие-то, что-то такое. Вот что-то достаточно простое выбрала, потому что я так подумала, ну, я же писала сочинения в школе, у меня же даже хорошо получалось, почему же у меня не получится и тексты писать. И, кстати, вот за мою смелость я могу только сказать себе спасибо, что я не побоялась фактически, я не проходила никакое обучение, я просто с бухты-барахты так покликала, думаю, ну, попробую тут, ну, попробую там. Вот так и надо делать, ребята, не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь браться даже за работу, если вы можете с ней не справиться. Ну, не справитесь, не справитесь, никто вас не кайднеет, ничего не случится. Да, вы потратите, там, время, но это будет ваш опыт, возможно, благодаря этому вы научитесь это делать, и в дальнейшем уже сможете брать спокойные деньги за это и так далее. Так вот, мне приходили с этого приложения какие-то уведомления, вот там, там заказ, там заказ, там заказ, я что-то переходила, регистрировалась на уже каких-то платформах отдельных. Опять-таки, я эти платформы оставлю в комментариях, из самой популярной платформы, которая мне больше всего пригорнулась, это, конечно, платформа, на которой я осталась работать, это Freelance Hunt, я его обожаю, он моего спасения просто, ну, короче, я его очень сильно люблю, видимо, там было больше всего для меня подходящих предложений, видимо, в нем было легче всего зарегистрироваться, он был бесплатным, и он есть вроде как бесплатным до сих пор. Есть какая-то VIP-регистрация, а есть обычная регистрация, я до сих пор не купила VIP, и, в принципе, не собираюсь его покупать, поэтому никакие вложения для этого не надо. И вот так вот я зарегистрировалась на каких-то платформах, конечно, мне было тяжело достаточно начать, потому что я человек абсолютно без опыта, мне 18 лет. Конечно, любой заказчик понимает, что я молода, у меня мало опыта, я могу накосячить, и поэтому со мной не очень охотно сотрудничали. Я брала тем, что я ставила меньше цену, чем нужно, я ставила вот минимальную цену из минимальных, так скажем. Если нормальная цена, там, образно, 50 гривен за 1000 символов и выше, то я ставила 30 гривен и надеялась, ну, хоть что-то, хоть что-то. Я помню, как я радовалась первым там 100 рублям, которые я заработала так онлайн, для меня это была такая большая победа, хотя, по сути, надо было брать за эту работу гораздо больше денег. Но я, во-первых, не очень разбиралась в ценах, во-вторых, я думала, ну как же, мне надо опыт, мне нужны отзывы, мне нужны какие-то кейсы, портфолио. Я работала фактически, ну, не в ноль, но очень-очень маленькая прибыль была за то потраченное время. Вот так вот я из этого приложения в итоге перешла просто на платформу Freelance Hunt, потому что там достаточно огромное количество заказов, там реально выбор огромный, и мне этого хватало не вот так, а вот так, потому что эти все заказы нужно прочитать, знакомиться, написать свою заявку. И я тут не успевала на одном сайте это все обработать, а тут еще, как бы, в том приложении было еще, помимо этого, там 10 сайтов, и я думаю, блин, надо на чем-то одном сконцентрироваться все-таки. И обычно все эти биржи все-таки как-то чистят мошенников, смотрят, какие у них предложения, удаляют их заявки, если что-то не очень хорошее. Но, конечно, некоторые мошенники все-таки прорываются на эти биржи и оставляют свои уведомления. И, конечно, кто для них самая огромная нажива? Это вот такие вот юные девочки, которые только начали, которые неопытные, как я. И, к сожалению или к счастью, я натыкалась на таких мошенников первое в свое время. Могу сразу сказать, я ни разу никому не платила денег, я не переводила ничего. Я просто пару раз выполнила работу бесплатно, так скажем, потому что я не взяла предоплату, и я работала не через сайт, то есть на сайте есть такая программа, что туда вкладываешь деньги, они резервируются, замораживаются, и после выполнения работы они уже перечисляются исполнительно. Вот я работала не так, мне написали, сказали, вот, смотрите, вам нужно там всего лишь перепечатать текст или какую-то фигню легкую делать, я думаю, ну как раз то, что мне надо, я ничего не умею, это идеальная работа, печатать могу. Ну, платье там сколько? 60 евро, я не считаю, ну, о-о-о, боже, боже, да-да-да, надо брать. Я взяла эту работу, выполнила, скинула ее, и что? И, конечно, мне больше никогда в жизни никто не отвечал. Но этот опыт, кстати, закалил меня, теперь я так никогда не делаю. И я уже на тот момент была в Германии, конечно, у меня жизнь поменялась, было достаточно тяжело, и я просто безумно собой горжусь, что вот эта ситуация с Германией, с вот этими яркими переменами в жизни, и вот мои неудачи на фрилансе, вот куча-куча этих эмоций, положительных, негативных, в основном негативных, к сожалению, она не сломила меня, то есть вот после этих неудач, после этих мошенников, я не опустила руки и не сказала, ну все, у меня не получается, это не судьба, нафиг мне это все надо, я ухожу. Нет, я так не сделала, я сказала, ну, в этот раз не получилось, они пидорасы. Но я найду нормальных, потому что 100% есть же заказчики хорошие, есть же нормальные люди, которые также зарабатывают. Почему я хуже? Я не хуже. Надо идти напролом. Я пошла. И так потихонечку, потихонечку, я брала очень низкие цены, я ставила просто копейки, и я нарабатывала опыт, и в какой-то момент я поняла, что у меня накапливается много отзывов уже на сайте, я думаю, ну, классно, у меня уже куча положительных отзывов и ни одного отрицательного. У меня уже есть портфолио, которое мне не стыдно показать. Я думаю, надо повышать цену. И я потихонечку начала повышать цену свою. У заказчиков появился больше кредит доверия ко мне, и заказчики уже потихонечку начинали сами мне писать первые и предлагать мне проекты, и мне было это очень приятно. И так потихоньку-потихоньку мой заработок на фрилансе все рос, и рос, и рос, и рос. Скажу так, что именно через эту платформу у меня бывали месяцы, в которых я зарабатывала образно 200 гивен, 300 гивен, но эта платформа подарила мне огромный опыт, что я начала зарабатывать, и еще помимо этой платформы просто в телеграм-каналах искала работу. некоторые заказчики работали со мной непосредственно напрямую по предоплате, и вот так вот мой заработок рос от образа на 300 гивен в месяц, с 300, 500, и доходил до там 10 тысяч и выше. Это я говорю только про платформу, то есть это только платформа, а еще помимо этого куча заказчиков, которые сотрудничают напрямую. Он мне дал огромный опыт, огромное количество знакомств новых, полезных. Со мной заказчики некоторые сотрудничают уже годами, и это замечательно. И знаете, мой путь на фрилансе был мне очень легок. Я совершала ошибки, у меня были взлеты, падения. Было разное. О своих неудачах я еще успею вам рассказать, но уже не в этом видео, но я могу сказать, что спасибо себе, что я не сдалась, что я прошла этот путь, и сейчас я могу гордо носить звание фрилансера. И я реально сейчас довольна своей жизнью. То есть лучше работы я не вижу для себя. Я сижу дома, я занимаюсь любимым делом. У меня есть огромное саморазвитие, потому что от каких-то написаний, перепечатывания текстов, расшифровки аудиозаписи, я начала быть копирайтером, рерайтером, я улучшила свои знания языковые и стала переводчиком. Я обучилась на SMM специалиста, я научилась вести чужие коммерческие страницы. Это все колоссальные знания. И, кстати, хочу сказать, что ни одного курса, ни одного чек-листа и так далее у блогеров я никогда не покупала. Я вообще не вкладывала в свое обучение на фрилансе. Вот просто я искала информацию в интернете. Я не знала, как написать текст. Я вбила в гугле, как написать такой-то текст. SEO-текст. Что это такое? Как его пишете? Я просто читала бесплатную абсолютно информацию. Поэтому не ведитесь на то, что без блажений вы ничего не сможете. Сможете. Вот я сижу перед вами живой пример. Поэтому просто берите себя в руки. Желание главное, чтобы было большое. И идите, дерзайте. Все вам по плечу. Я вам, конечно, в этом помогу. Подписывайтесь на мой инстаграм-блог. Подписывайтесь на мой ютуб-блог. Тут будет полезно и много информации. Я прям пошагово вам расскажу, что же нужно делать, чтобы стать миллионершей. Восемнадцать лет, как это сделала когда-то я. Такая вот у меня история. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно это послушать. Конечно, рубрика на этом не останавливается. Еще будет много-много-много всего интересного. Я вам гарантирую. Вам шлю поцелуйчики. Вас очень сильно люблю. И до новых встреч.